МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...относительно экстрадиции Мухтара Аблязова в Украину и Россию. Напомню, 9 января суд города Экс-Ан-Прованс вынес положительное решение по запросу о выдаче оппозиционного политику в Украину и в Россию. Причем экстрадицию в последнюю страну суд счел наиболее предпочтительной. Само преследование Аблязова выглядело и было настолько антиправозащитным. И, в принципе, даже не то, что в Казахстане, это уж само забой, что тут говорит, но и в Англии, там, вообще в Европе его преследование тоже выглядело настолько неприличным, непотребным, что было ощущение, иной раз хотелось просто, ну, как говорится, встать и крикнуть, да что ж вы, сволочи, обращаясь к французскому, британскому и так далее, и правительству, вы что, нанялись, что ли, как ордея? Французское правосудие, судя по всему, образумилось, а значит, есть надежда на то, что справедливость все же восторжествует. Теперь Мухтара Аблязова, главного критика режима Назарбаева, ожидает пересмотр дела в Лионском суде. Гораздо хуже приходится оппозиционерам, которых судят на территории Казахстана. На днях состоялось судебное заседание над председателем Союза мусульманной республики Муратом Телебековым. Общественного деятеля обвиняют в клевете. ИСЦОМ выступила Алматинская школа номер 22, руководство которой Телебеков заподозрил в денежных поборах с родителей учеников. Последние, кстати, сами обратились за помощью к Телебеку, но как только тот стал разматывать клубок беззакония, от слов своих отказались. Обиженная же школа подала на общественного деятеля в суд, требуя немедленных извинений. В системе образования, конечно, не все ладно. Насколько я знаю, что сейчас действительно реально борются с поборами, и немалые усилия к этому приложил, конечно, Мурат Телебеков, потому что он один из первых об этом кричал, поднимал эти вопросы. И да, я считаю, что это странно, что его судят, потому что это есть, и это касается всех нас, это проблемы нашей страны, это социальная проблема. Угомонить, осудив на долгий срок, в Алматы хотят еще одну активистку, председателя комитета бездомных и безземельных казахстанцев Дельнар Инсенову. Ей откровенно шьют мошенничество. В немилость к властям она попала после того, как стала защищать от чиновничьего произвола простых граждан, которым сам лидер нации Назарбаев публично пообещал дать по 10 соток земли. Но положенные квадратные метры на местах давать никто не спешит, а комитет Инсеновой требует местных представителей власти исполнять обещания, данные сверху. Поэтому совершенно неудивительно, что активистку стали преследовать. Это же Казахстан, детка. Пытается эту проблему, можно сказать, замазать. Потому что это острая проблема, ее необходимо решать, ее не надо замазывать. Потому что в данном случае пока только наша организация пытается решить эту проблему. Вот. Ну, и мне непонятно, как всегда, логика местных властей, для чего это они делают. Евразийскому экономическому союзу быть, а вот единой валюте между Россией, Казахстаном и Белоруссией отказать для юридического оформления экономического альянса трех стран осталось совсем немного. В конце апреля Лукашенко, Путин и Назарбаев обсудят последние нюансы в Минске, а уже в мае планируется подписание окончательного трехстороннего договора в Астане. Только зачем это объединение господину Назарбаеву? После ухода с поста президента Назарбаеву нужны какие-то гарантии дальнейшего существования с такими большими, огромными материальными ресурсами. И для него, и для его семьи. Если он технично сольет Казахстан в этот евразийский союз, что мы уже сейчас наблюдаем, то ему Россия, возможно, какие-то гарантии предоставила на этот счет. Ему и его роднее. Между тем, маразм в Акарде заметно крепчает. Теперь в Казахстане без суда и следствия хотят блокировать интернет и мобильные переговоры. Специально ради этого спешно вносится поправка в закон о связи. Туда будет добавлена статья 41.1, суть которой в том, что отныне прокуратура за три часа без решения суда может заблокировать в стране весь интернет и сотовую связь. Поводом этому может послужить не только пропаганда преступных действий, таких как экстремизм и терроризм, но и призывы к митингам, а также уголовно наказуемое распространение вредных слухов. Новую статью уже утвердили сенаторы. Дело за подписью Елбасы. А теперь заглянем в Украину. Там час от часу не легче. На этой неделе отличилась депутат от всеукраинского объединения «Свобода» Ирина Фарион. После заседания в Раде она призвала расстреливать участников противостояний на востоке Украины. Я бы действовала намного жестче. Я бы их просто стреляла, простите. Враг господствует на нашей земле. О чем можно говорить? Его нужно было гнать отсюда еще с 1654 года. Поэтому сегодняшняя реакция абсолютно адекватна. Но меры должны быть намного жестче. Наши люди положили свои жизни. Поэтому эти существа, которые ездят сюда, заслуживают смерти. Стоит отметить, что госпожу Фарион в Украине характеризует как даму не совсем адекватную. До этого она уже успела прославиться своими русофобскими высказываниями в детском саду во Львове. И напоследок о культуре. В кинотеатрах Казахстана прошла премьера очередной художественной фильма о великом лидере нации Нарсултане Назарбаеве. Это стоит отметить уже третья полнометражная лента. А сколько в копилке елбасы документальных фильмов со счету можно сбиться. Бюджет киноэпопеи, впрочем, утаили. Но судя по масштабности съемок, маститости актеров и спецэффектам, в грязь лицом перед голливудскими блокбастерами создатели фильма по деньгам явно не ударили. Созидать новое, преодолевать все трудности, беззаветно служить своему народу – таков незыблемый долг лидера во все времена. Ах да, совсем забыл. Фильм называется «Путь лидера». Вдруг кто захочет посмотреть. А у меня на этом все. Хороших выходных. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова